Юным риутовчанам в торжественной обстановке вручили их первые паспорта. В администрацию города пригласили восьмерых лучших школьников муниципалитета. Это активисты, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Волнительно, страшно. Уже это, я понимаю, что новый шаг, уже ответственность на тебя ложится. И нужно уже вести себя точно правильно. Со знаменательным событием молодых жителей Реутова поздравил глава муниципалитета Станислав Каторов. Он подчеркнул, что паспорт – главный документ в жизни ребят, и теперь они стали полноправными гражданами своей страны. На вас лежит большая ответственность за будущее нашей страны, за то, каким она будет. Потому что вы видите, какой нам страну оставили наши ветераны – свободной, независимой. И мы точно так же стараемся так делать. Но дальше придет ваше время. Вручение паспортов реутовчанам приурочили ко дню Конституции. В России его отмечают 12 декабря, а также к 80-летию контрнаступления в битве за Москву, которое началось 5 декабря 1941 года. Паспорт гражданина России делает ребят причастными к истории страны и ее великим победам, отметил председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай. «Мы уверены, ветераны уверены, что вы будете продолжать своей учебой и трудом прославлять, и увеличивать, умножать добрые дела ваших родителей, которые создавали имя и славу нашему родному городу Наукограду». Сотрудник Балашихинского отдела по вопросам миграции Елена Лагецкая рассказала ребятам, как правильно обращаться с паспортом. Она также напомнила, что в следующем году гражданам России начнут выдавать электронные удостоверения личности. «Возможно, вы будете одними из тех, кто получит бумажный данный документ, и он исчезнет. Из нашей страны его больше не будет. Как что-то невероятное, наверное. Будете своим детям показывать, что у вас вот такой документ был». По традиции, кроме паспортов, ребята получили экземпляры Конституции Российской Федерации, а также издание «Истории государства российского Карамзина». По данным Балашихинского отдела миграции, в 2021 году паспорта получили порядка 400 ребят, которым исполнилось 14 лет.